Здравствуйте, я доктор Евгений. Сейчас покажу, каким образом можно выровнять таз через коррекцию подвздошно-поясничной мышцы. Сейчас все это наглядно покажу. Поехали! Определяем таз в трех плоскостях. То есть первое, это нужно нам найти передние и верхние ости таза. Сейчас на картинке они вам появятся, чтобы вы понимали о чем речь. И поставив пациента стоя, нужно попросить его ноги сомкнуть, то есть вместе поставить, носки и пятки вместе, насколько это возможно. После этого двумя большими пальцами просто находим вот эти вот косточки спереди, которые вот здесь, и встаем под ними. Мы встаем под ними и просто-напросто визуально оцениваем, какая из этих остей выше, какая ниже. То есть встали на правую, встали на левую и смотрим, какая выше, какая ниже. То есть в данном случае у меня определяется, что эта сторона немножко выше, чем эта. Незначительно, но этот перекос есть. Это первая плоскость. Вторая плоскость, это мы определяем как раз-таки крылья, то есть высоту крыльев таза. На одном из видео, которое я уже снимал, как выровнять таз, я показывал, как это определить, но повторим еще раз. Встаем на крылья таза и скатываемся вверх, для того, чтобы избежать наслоения на руки мягких тканей. То есть если, допустим, человек у вас тучный достаточно, то в любом случае, даже если тут тканей много, то эти кости будут выделяться. Мы встаем прям, получается, под них, на них и скатываемся вверх, как бы в живот, в брюшную полость. И таким образом мы определяем, какая из сторон выше, какая ниже. То есть вот так вот. Таким образом. Сейчас четко понимается, что левая сторона здесь снова выше, правая ниже. То есть если у нас таз вот такой, сейчас видно, что он становится вот так вот, то есть левая сторона уходит вверх, вместе с крылом и подвздошной осью. То есть есть подозрение, что таз скручивается вот так. И еще одна плоскость по глубине. То есть это фронтальная уже плоскость. То есть мы смотрим, какая из сторон больше кпереди, какая больше кзади. То есть вот это вот получается. Глубину таза мы оцениваем. Поэтому обязательно нужно, чтобы ноги были рядышком. И мы просто встаем спереди назад, двигаем руками и встаем на ости. И опять же визуально мы понимаем, какая из сторон вышла вперед, какая назад. Сейчас четко определяется, что левая сторона вышла чуть кпереди. То есть из вот этого положения таза, если он ровный, у нас эта сторона стоит вверх и еще и кпереди. То есть получается, что левый весь полутаз как будто выехал немножко вперед. Это часто бывает при гипотонии этой мышцы. Давайте проверим. Давайте протестируем подвздошно-поясничную мышцу. Кстати, я уже об этом говорил. Вот целый плейлист по тестированию мануально-мышечному. Там и найдете ППМ как раз. В конечной заставке тоже покажу, но быстренько перепроверим. То есть нужно ногу согнуть, отвести и ротировать кнаружи. Стабилизируем, удерживая ногу здесь. И ногой давим вверх. Вверх давите. Вверх, 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 вверх. Дави, 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 дави. Отлично. Тонус совсем слабенький, но есть. Тестируем левую ППМ. Вам надо стать с той стороны, я для ускорения процесса просто сделаю это здесь. Держи. Вверх давите. Вверх, 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 вверх. Тут явная гипотония. Поэтому, если сейчас мы пролечим подвздошно-поясничную мышцу слева, возможно мы получим как раз-таки результат, выравнивая из вот этого состояния таза в ровную позицию. Поэтому быстренько полечим. Подлечу демонстративно, просто чтобы показать все это. А как лечить ППМ? Целый прям ролик полноценный здесь. Пожалуйста, не теряйте его. В закладочке на память оставляйте себе. Что делаем? Проваливаемся в подвздошно-поясничную мышцу. Мы просто вдоль крыла скатываемся вниз. И спрашиваем пациента, ваши ощущения? И немножко помассируем. Буквально еще 5 секунд для того, чтобы активировать позицию мышцы. Чтобы включилась она, разбудить ее. Выпрямляем ногу, руку вдоль тела. Протестируем ее еще разочек. Удерживаем ногу здесь. Вверх давим. Отлично. Она получает тонизацию. Значит, мы запустили ее. Механически она будится. Удерживаем ногу здесь. На всякий случай для перепроверки. Вверх давим. Ногой. Здесь тонус еще увереннее стал. Теперь давайте перетестируем снова позицию таза. И поймем, насколько он выровнялся. Кстати, если вы начали тестировать стоя, то и продолжайте его стоя тестировать. Если вы тестируете позицию таза лежа, то и проверять нужно лежа. Но так как мы это сделали стоя, поэтому встаем. Проверяем высоту таза. Встаем на ости передние и верхние. И смотрим, насколько у нас все здесь хуже, лучше. Здесь намного лучше. По пальцам видно, что прям ровненько здесь все. Проверим также высоту и глубину. Проверяем высоту. Встаем на крылья и вверх. Отлично. Такое подозрение, что даже эта сторона как будто чуть ниже стала. И глубину. Неплохо. То есть сейчас у нас из этого положения, который был вперед, вверх и ротирован к наружу, позиция выставляется в более ровную. Казалось бы, только за счет одной мышцы. Поэтому тестируйте, работайте. Рад был делиться.